У большинства россиян реклама не вызывает доверия. Самыми скептически настроенными категориями граждан оказались пенсионеры, малообеспеченные респонденты и те, кто не пользуется интернетом. Несмотря на это, в рекламной индустрии вращаются огромные капиталы. Только за первое полугодие 2011 года на рекламу было потрачено 122 миллиарда рублей. Самый развивающийся сегмент российского рынка — онлайн-реклама. За первые полгода 2011-го на неё было потрачено около 17 миллиардов рублей. Но интернет-реклама занимает в России по объёму пока лишь четвёртое место. Пальма первенства традиционно получила телевидение. На крупные заказы этому средству массовой информации везёт. К примеру, Федеральное дорожное агентство планирует потратить 35 миллионов рублей на цикл рекламных передач, которые покажут по одному из федеральных каналов. Одна минута обойдётся Росавтодору в 250 тысяч. При этом средняя цена за этот промежуток времени — около 140 тысяч рублей. Однако иногда эта цифра может вырасти до гигантской. Так, стоимость показа ролика во время церемонии открытия Олимпийских игр доходила до 600 тысяч долларов. Печатные СМИ сильно отстают от телевидения. На них рекламодатели в 2011 году потратили втрое меньше — 19 миллиардов 600 миллионов рублей. А на наружную рекламу ушло — 17,5 миллиардов. Наружка впечатляет своей масштабностью. К началу этого года в 50 крупнейших городах России насчитывалось около 194 тысяч рекламных поверхностей общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, что превышает по размеру Люксембург. Несмотря на огромные расходы и масштабы, реклама вызывает у большинства россиян раздражение. Особенно ненавистны ролики и публикации, прославляющие средства личной гигиены и алкоголь. При этом эффективность рекламы — вещь спорная. Только 44% опрошенных хоть раз совершали покупки под воздействием рекламы. Больше половины оказались разочарованы. Продолжение следует...